всем привет я павел калинин сегодня я встречаюсь лидером основателем группы адовый мужик евгению приветствую евгений если честно мы давно с евгением не виделись и даже в соцсетях как-то перестали общаться но сейчас очень важный повод предстоящий концерт адового мужика евгений расскажи что-нибудь о предстоящем концерт концерт будет 9 сентября в клубе rockstar у прокстар кто знает кто не знает не особо большой клуб все будет душевной товарищеской обстановке приезжает группа из самара однорукий бондурист мы давно с этими людьми как бы переписывались несколько раз пытались совместки сделать но так как самара не городный центр довольно таки далеко ехать что-то как-то не получалось а у товарищей сейчас концерт будет в москве 8 числа и они как бы проездом через орел в самару хотят с нами отыграть как бы вечер евгений я тоже буду присутствовать надеюсь вы не подкачаете дадите жару настоящего так так как вы умеете а что умеет адовый мужик адовый мужик умеет делать адовый угар в этом специалисты там все некоторые уже мне написали что будут в каких-то костюмах специально подготовленных там шьют там клеят что-то какие-то шлемы там себе делают но именно на сцене да ребята хотят нарядиться и на сцене выступить или конечно но могут и в зале выступали последний раз когда мы выступали в рок-старе там было определенное количество моряков тельняшка которые устраивали там матросский танец яблочко катались по полу там и я боялся за аквариум что него разнесут в гребезги но вот это прям людей напугал кто-то хочет просто посидеть спокойной обстановке попить чайку как-то расслабиться нет не для тех нет но почему там есть отдельные как бы бар там зона для как-то называют рэйка пчела у нас сюда да где он там чили починить можно починить там можно до понаблюдать за всей за всем действием как бы со стороны ну конечно то охрана билетеры там все нормально туалет все как у людей до группа 2 мужик отличается тем что у нее есть наличие именно шоуменов не просто музыканта шоуменов битры боза да как-то выступал на этой сцене сейчас сожалению его нет расскажи а ведь и римбоза так как ты близкий его знакомый друг что не тянем пару слов это отдельный персонаж уже при жизни перешел в образ маскота группа 2 мужик он как бы был лейблом но руку это римбоза это и есть одно можете понимать да нет надо мужик это абстрактное такое понятие которое воплощает все неистовость русской души а римбоза как бы от олицетворением маргинализма орловского скажем так потому что первого альбома чисто под него были заточены и вообще как бы когда я делал эту группу там изначально как бы мы с ним обсуждали что он будет петь но потом мы поняли что певец не в голосе вообще никак не пришлось мне это все делать самому как бы многие люди до сих пор наверно думать что там папа им твиттером поз на самом деле это не так но неважно но он зато исполнял короче еще раз на обсуждали когда я понял что он не сможет петь что адовый угар будет на нем он сказал да вот это я сделал его профил до его профиль ночью молодой мужик это относительно молодой проект или группа вообще это проект или группа как-то больше это преподносит я же без разного в разряд группы перешло как в 2014 году наверно он основался на так далее просто переиграла очень многое количество мужиков не то что переиграла участие принимал это как бы своеобразная коллаборация людей которым не чушь тут такой неистовый кураж скажем так что ли ну ты вот сам представляешь что такое душа русского человека мы примерно до но ты с утра вот там отелся в костюм пошел в казино там как фрая там выиграл в рулетку там миллион все ты там офигенный к вечеру ты уже в грязи там валяешься весь обожженный орешь вот это вот душа русского человека вот тогда мужик как бы пытается это те же самые кронштадтские моряки как но вот эти песенки которых ты напомнил да про моряков откуда вот такое рвение сравнение интерпретации вот этих событий по моему 17 года да это же целый казкад песен не только одна там разные интерпретации и ленин и клип и все что у тебя откуда такое рвение пониманию тогда стоит он историческое можно сказать ситуация что историк что я сейчас читаю очень много истории по вот именно этому периоду революции 17-18 года и период гражданской войны в россии сейчас же вечно меняется все в истории все кто-то или пытается переписывать или какие-то факты там подтасованы всплывают ну ладно это не факт это и так все знают факт тот что революции делали морячки которые любили балтийский чай они были неистовы в своем кураже и все делалось именем революции вот это есть русский мужик русский может способен на революцию до любой поставь но витар и боза могут писаться он всегда приветствовал это у него даже тельняшка была у меня есть фотографии видео он там очень-очень топил за моряков и особенно за балтийский чай что еще обсудить то с тобой какие новые альбомы тебя ждать может быть жара но вышло я что и сейчас мне сказал что там эпос посвящен там вот альбом мертвые гирлянды сейчас вот мы работаем над вторым альбом который будет посвящен гражданской войне мы уже начали как бы его писать он будет посвящен гражданской войне потом возможно что-то будет зацеплена но период этого времени только с дальнего востока ну там что не проборона унгерта и как бы вот такой ну и так же будет захвачен момент кронштадтского мятежа вот ты знаешь такой кронштадт боли вообще отдаленно отдаленно эти могу сказать двух словах революцию сделали сделали в аренном как бы вроде бы революционное правительство есть все в петрограде хорошо и москве тоже вот на веки которые эту революцию считай сделали приехали в отпусках своим семьям а там голод нашли и вот тут-то они решили блин не то что надо да что-то здесь не то там и начался вот этот вот кронштадтский мятеж у них там вот почитаю спасибо за информацию очень интересно так как ты любишь читать книжки не могу удержаться от вопроса и спросить явление что вы такую книгу современного орловского писателя все как есть или поиск настоящих ну не полностью конечно но отрочно глава выхватывал нормально там написано я конечно не там подкорректировать да подкорректировать на самом деле как то так получилось что я к тебе мы с тобой не сотковались как они пообщались как-то все ну так получилось да может быть сейчас какой-нибудь историю с константином ступиным как вы вспомнишь там не знаю что он такой смешной смешной клаве ну-ка я могу вспомнить ну как бы дома сижу там за монтажом например какого-то клипа или трека я уже не помню звонит мне вокалист группы яйца фаберже нильз лаван и спрашивает меня же это че сейчас делаешь в принципе так особенно то ничего он как но хватает свою видеокамеру в то время видеокамеры были не у всех людей и телефонов модных не было ну как бы ряд что такое вот но хватает видеокамеру и быстрее там в кабак орловская нива быстренько шуруй сейчас г ты люто охренеешь а там сидит ступа и цитатами там какими-то сыпет кепочки там куртки кожаные белых джинсах при этом все думали что в дупу уже нет живых да мы уже его короче как бы со счетов списали вернее это он сам всем заявил что он помер скоропостижно на самом деле он сидел и вот он когда освободился созвонился с нильсом и как бы вот мы все пересеклись там мы сняли видео где там костик там загоняет что у него как у кошки 9 жизни там и прочее прочее было прикольно это нафигел с таким настроем ну что друзья там ссылочки все в описании когда концерты адовый мужик группа того книга там все как есть или поиск настоящий все это есть слушайте хорошую музыку хорошего настроения 9 сентября да там родину все очень а в общем а еще хочу обратиться кто не в орле же концерт будет в орле многие писали обращались что вот мы хотим посмотреть орел экскурсию проведите на милости прочим приезжайте вот хороший повод концерт одного мужика и за одну экскурсию может быть авторского сделаем так что можем можно что-то придумать пишите в личку давайте общаться концерт на должен сказать вообще круто на могилу константина стукну это самое это самому старым было само собой это естественно можно также съездить еще такому товарищу как юра грачев фронтмен группы грачкор жалко этих людей все очень рано ушли могли бы жить и жить еще но и вообще город орел он красивый город приезжайте ну и орловчане конечно же приходите приходите потусуете да кстати я думаю как будет стоящим потому что все давно давно уже как бы не играю но как давно снять пресса снять пресса естественным образом выплеснуть эмоции все негативные зарядиться позитивчиком ждем до встречи